Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня видео совершенно нетипичное для моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о витаминах Halo Beauty. Поговорим мы о них в рамках того, что создатель бренда Halo Beauty это американский блогер Тати. У нее называется канал Тати Вестбрук и она выпустила, собственно, свой бренд, назвала его Halo Beauty. И в то время как многие блогеры, выпуская свой бренд, концентрируются на декоративной косметике, то она сделала вот такие вот витамины, то есть это не лечебное средство, это именно БАДы, да, если я правильно это называю, потому что на самом деле моя история с витаминами, она очень такая специфическая, то есть я особо сильно не занималась этим вопросом, да, периодически в разные периоды жизни я принимала мультивитамины какие-то, но я просто шла в аптеку и просила мне что-нибудь подобрать, посоветовать, да, и потом я принимала достаточно продолжительное время витамины Hairfinity, я увидела их рекламу в Инстаграм, там действительно были хорошие результаты на фотках до и после, и принимала их достаточно долго, но это было года, наверное, 2,5-3, может быть, назад. Эти витамины, они провоцируют рост ногтей и волос, и я отметила, наверное, где-то через полгода, что реально волосы стали расти быстрее, но с витаминами, которые провоцируют рост волос, есть такая история, что они как бы не сосредотачиваются на волосах на голове, то есть все остальные волосы на теле, которые имеются, они тоже начинают быстрее расти, и тоже начинают пробуждаться разные луковички, которые спали до этого. Вы меня знаете, в тот период вот на подбородке начал расти один просто супер страшный, длинный, темный волос, вот, я зову его Ашот, и постоянно его удаляю и изничтожаю, то есть я реально связываю это с этим. Да, волосы на голове у меня росли быстрее, больше пушкового от этого волоса, больше новых волос просыпалось, то есть это было объективно, потому что я прям заморачивалась вот этими всеми до-после. Когда я ходила на стрижку каждый месяц примерно, я тогда не вела еще канал на ютюбе, и у меня, то есть отрастало больше значительно, чем я отрезала. Но, к сожалению, вот это провоцирование роста волос на всем остальном теле меня остановило, я отменила, в общем, эти препараты. Решила попробовать вот эти мультивитамины, потому что это называется Hair Skin and Nails Booster, то есть оно влияет хорошо и на кожу, и на волосы, и на ногти. И, в общем-то, это мультивитамин, то есть если вы принимаете его, то, по сути, вам больше ничего не нужно принимать. У меня был также этап в жизни, когда я принимала витамины Solgar, не знаю, как правильно это читается, я их заказывала на iHerb, я их заказывала... Нет, я их покупала в аптеках в Москве, и они там до сих пор все супер успешно, замечательно продаются, разные подбирала. В общем-то, решила это попробовать, потому что мне достаточно нравится Тати, мне нравится, как она ведет свой канал, и я испытываю к ней человеческую симпатию, скажем так. И я хотела поддержать этот бренд, купив сначала одну баночку, я купила, и сейчас я уже пропила эти витамины 3 месяца, я не стала делать до-после, потому что все-таки я понимаю, что за 3 месяца делать до-после, когда речь идет о витаминах, это слишком скоропалительные выводы, потому что лично на мне я могу увидеть результаты, вот основываясь на своем опыте, ну где-то через полгода, особенно, например, по волосам. Но, в принципе, о результатах, которые есть, я вам расскажу в этом видео с этими витаминами. В общем, сейчас на американском ютубе все в каких-то сплетнях, постоянно кто-то с кем-то ссорится, постоянно что-то происходит, и, в общем-то, первый продукт, который выпустила Тати в линейке своего бренда, он тоже был очень противоречивый и вызвал огромное количество различных расследований. И, конечно, сейчас просто к блогерам повышенное внимание, когда они выпускают продукты, особенно на американском ютубе, там просто вообще по косточкам разбирают все, что, кто, чего, как, почему. Вообще, многие были удивлены тем, что бьюти-блогер выпустил витамины. Я не вижу в этом, честно говоря, ничего странного, потому что, ну, такие добавки, например, есть Лили Галичи, которая является, по-моему, владельцем бренда, которая тоже выпускает витамины для волос, херитамина называется, и она даже пропагандирует, ну, как бы показывает, что она во время беременности пьет эти витамины. Просто, возможно, к фигурам в ютубе больше привлекается внимание. И огромное количество людей начали снимать различные видео про все эти витамины, что какого фига, она же не химик. Но на самом деле, чтобы выпустить витамины, не нужно быть химиком. Ну, как бы там люди не идиоты работают, и формулы, в общем-то, они, ну, все похожи достаточно у этих витаминов. Я, конечно, тоже, безусловно, не врач, не химик. И вообще, прежде чем принимать какие-то штуки, особенно если у вас есть какие-то хронические состояния здоровья, лучше, конечно же, проконсультироваться с врачом про беременность. Это я вообще молчу, это 100%, нужно проконсультироваться с врачом. И здесь все это про здоровье написано, что если вдруг что-то с вашим здоровьем, если вы кормите грудью, вы беременны, или у вас есть какие-то медицинские показания, то обязательно проконсультируйтесь с врачом, что логично. Я думаю, что такая надпись должна быть по законодательству. Ну, и, в общем-то, это не лекарство. Основные скандалы разгорелись вокруг этих витаминов из-за двух компонентов. Это биотин и сопальметто. Биотин, он способствует как раз росту ногтей в основном и волос, насколько я понимаю. А сопальметто – это такая вытяжка из карликовой пальмы. В общем, кто-то нашел информацию, что этот ингредиент может влиять на то, что оральные контрацептивы перестанут действовать. В общем, для меня это, знаете, вот такие спекуляции, которые, понятно, что они могут рождаться. Понятно, что к публичным фигурам, когда они запускают свой бизнес, что очень много будет спекуляций, все будут вокруг пытаться что-то найти, что-то придумать. Но, мне кажется, это настолько бред, потому что человек, который находится постоянно в центре внимания, он прекрасно понимает, что все будут от и до разбирать. И по-любому там работает крутая команда специалистов, по-другому просто не может быть. Это, знаете, не там в подвале где-то там что-то где-то делается. Это все-таки произведено в США. И, мне кажется, Татья, как и ее муж, достаточно серьезные люди, чтобы делать это все достаточно серьезно. Это просто не увидело бы свет, если бы в этом было бы что-то такое. Но, знаете, про вот этот ингредиент, к которому многие прицепились. То есть, возможно, если напиться 5 литров этой вытяжки из пальмы, то, возможно, у тебя и перестанут действовать оральные контрацептивы, равно как и твои мозги. Но, знаете, это то же самое, что сказать, что, о, в тональном средстве есть алкоголь, я его сейчас нанесу или я его выпью и набухаюсь. Ну, это же маразм, потому что здесь вопрос весь в концентрации вещества, в том, как оно действует с другими какими-то продуктами. Потому что любые витамины, вот эти вот связи, да, то есть один компонент, он может сам по себе особо не действовать, но в связке с какими-то другими компонентами он влияет, ну, и работает как-то совершенно по-другому. Поэтому для меня это, ну, просто вот настолько высосано из пальца. А по поводу биотина, просто у многих есть реакция, что они покрываются прыщами от этого компонента, но он есть практически во всех витаминах, которые для роста ногтей и волос. Вы уже видите, да, что это пустая баночка. Третий месяц я допиваю, тут вот совсем осталось на три дня у меня. И у меня есть еще две банки этих витаминов. Мне еще понравилось, что у Тати такой подход, что нету, знаете, гипертрофированного какого-то потребления, потому что, например, даже вот такой момент, казалось бы, да, на который многие не обращают внимания, что коробка, в которой это все приходит, да, там нету коробки в коробке. Или нету коробки, и там, ну, что-то, да, какие-то бумажки еще нарезаны. Там коробка, в которой укладываются эти баночки. Коробка есть на одну и на три бутылочки. И получается, что коробка, которая это все держит, она, собственно, и отправляется по почте. И это очень классно. Сама упаковка симпатичная. Пилюли здесь розовые, ну, покрыты розовой оболочкой, но я не считаю, что это какой-то важный аспект, да. Ну, хотя, конечно, приятно держать в руках. И, мне кажется, все витамины, которые такие инстаграм-френдли, которые не прямо аптечные, они все делаются специально достаточно красивыми, но, ну, потому что это маркетинг, потому что так легче продавать. Ничего плохого в этом я не вижу. Сейчас, кстати, выпустила еще вторую линейку, еще одну пилюлю. Она называется Kiwi Booster, насколько я помню. И там она убрала как раз вот эти компоненты So Palmetto и биотин, которые многих смущали. И те таблетки, они специально для кожи. То есть убраны компоненты, которые влияют на рост ногтей и волос, да, потому что, ну, опять же, она в своем видео сказала, что многие, например, делают лазерную эпиляцию, а от этих таблеток просыпаются просто луковички. И что они хотели такой таблетки. Ну, и плюс туда добавили еще некоторые компоненты. Поэтому, честно говоря, я думаю, что как я закончу прием этих таблеток, то я перейду на те. Давайте расскажу вам про влияние этих таблеток. Конечно, мне кажется, нету такой волшебной пилюли, которую все бы выпили, и вам снова 18 лет. Конечно же, нет. И, как я уже говорила во многих своих видео про уход за кожей, например, что если вы уже там вся морщинистая, не знаю, там в пигментных пятнах, очень сложно отмотать время назад и избавиться, например, от этих пятен, от этих морщин. Намного проще действовать на опережение и намного проще делать профилактику, нежели чем устранять какие-то последствия. Собственно, витамины я воспринимаю в этом же контексте. Результат витаминов я в основном наблюдаю по ногтям. Я сейчас вставлю фотографии. Это то, как отрастают мои ногти спустя где-то 3,5 недели. Раньше у меня они отрастали не так быстро. Я могу четко это отслеживать, потому что я ношу всегда гель. И по ногтям я прям четко вижу, потому что я вам рассказывала, что я полностью сорвала ноготь, прям полностью вот этот вот мизинец. Ну, собака дернула, в общем, бывает. И он у меня отрос за где-то 3 месяца. Хотя в среднем ногти у меня до этого я отрывала вот этот, ну, давно, несколько лет назад. И он у меня отрос только спустя месяцев 6, наверное. Ну, конечно, он покороче, но тем не менее. И у меня сейчас намного быстрее, чем остальные, растут вот эти ногти на безымянных пальцах. И, по-моему, на указательных. То есть они, ну, растут не одинаково. У меня также на голове есть один самый длинный волос, который до талии. И я такая, угу, все, у меня теперь волосы до талии. Я, кстати, ну, в парике, да, если что. По волосам я не скажу, что я сейчас замечаю особые какие-то изменения, потому что я стриглась в последний раз чуть больше года назад. И кончики, конечно, у меня немножко подустали. Ну, что логично, да, я и год не стригу. Поэтому, я думаю, нужно сходить постричься. И уже потом я смогу сделать какие-то до-после и сравнить, да, вообще есть результат или нет. Вы знаете, мне кажется, вообще, в принципе, в процессе отращивания волос очень важно не только с какой скоростью волосы растут, но и с какой скоростью они ломаются. Потому что у нас очень часто волосы растут примерно там одинаково, да, у большого количества людей. Но бывает, что иногда причесался, как подстригся, да, что вот так вот все кончики летят. Поэтому, если вы нерегулярно подстригаете волосы, да, хотя, в принципе, если вам делают хороший срез, то где-то 6-9 месяцев вы должны ходить от стрижки до стрижки. Но в любом случае, когда волос начинает сечься, все этот процесс уже не остановить. И такие волосы, их в любом случае нужно отрезать. То есть, да, бывает, что там три пера в три ряда, знаете, как говорится. Но, конечно же, генетику вы не обманете. Если вот у меня, вот не знаю, вот такой вот, наверное, просто свой хвостик, да, не толстый, а у кого-то будет вот такой вот хвостик, да. То есть, это очень все индивидуально, это генетика. Если у вас он вот такой, как у меня, например, да, то он не станет суперогромным. Единственное, что вы можете сделать, это ухаживать за своими волосами, особо их там, не знаю, не фигачить плойками, фенами и так далее. Плюс регулярно отстригать эти сеченые кончики, потому что если сечение пошло, то все, оно будет дальше идти, и вы ничего с этим не сделаете, пока вы просто не отрежете это место. Поэтому, если у вас волосы секутся быстрее, нежели чем они отрастают, то вы и будете толочиться, скажем так, на одной и той же длине волос. Поэтому вот люди, которые говорят, что «Ой, у меня всегда вот такая вот типа длина волос, и как бы все, дальше оно не отрастает». Это неверно, потому что волосы просто, значит, обламываются быстрее, нежели чем они отрастают. В общем-то, все очень просто, все очень логично, но психологический момент, тем не менее, есть, что ты вроде не стрижешься, а волосы длиннее не становятся. Кажется, что они не растут. Вот у меня сейчас как раз такая ситуация, что мне кажется, что у меня там в последнее время волосы не растут, но просто кончики уже устали, и уже нужно просто их отстригать, и все. И тогда уже отслеживать. В плане кожи я заметила небольшие изменения на мой дерматит. Это ни в положительную, ни в отрицательную сторону не повлияло. На другие мои какие-то кожные проблемы, которых у меня вообще с лихвой хватает. Я уже говорила в каком-то видео, что кожные всякие аномалии, проблемы и генетические болезни – это прям вот мое. То есть у каждого, мне кажется, человека есть какое-то свое слабое место. Вот у меня очень слабое место – это кожа и суставы. Вот это такое два у меня места. Просто два по цене одного. Единственное, что я заметила, что лично для меня является плюсом, что кожа у меня стала менее сухая. И для меня действительно это спасение, потому что у меня на теле очень сухая кожа. То есть я без крема для душа могу поворачиваться, и у меня кожа будет практически трескаться. Поэтому для меня крем, причем какой-нибудь супер жирный – это обязательно. Сейчас такого не то, что нет, но мне стало намного легче в этом плане. То есть кожа сама по себе более такая напитанная. Но плюс еще я пью много воды, стараюсь, по крайней мере. И, в общем-то, конечно, ни одна пилюля – это не спасение ни от чего. И все работает всегда только в комплексе. То есть если вы правильно питаетесь, пьете много воды, хорошо за собой ухаживаете, у вас хороший уход за собой, хороший не в плане дорогой, а хороший в плане, который вам подходит, то вы и чувствуете себя будете хорошо, если у вас есть какая-то физическая активность. То есть это все работает в комплексе. Если вы будете просто кушать Макдональдс постоянно и пить витамины и, не знаю, там на плойке на максимальной температуре держать вот так вот волосы каждый день и, не знаю, ногти рвать себе, не знаю, что с ногтями грызть их, да, то, конечно, результатов вы не увидите. Все всегда работает только в комплексе. В целом я не вижу прям каких-то вау-результатов, хотя вот на страничке Halo Beauty они есть, но, опять же, я не знаю, насколько это все достоверно, я привыкла доверять только себе. Я не могу сказать, рекомендую я или нет этот товар, просто потому что мне кажется, что это работает как большинство вот этих вот мультивитаминов, которые для волос и ногтей. Я думаю, что вы можете купить то же самое в Сальгаре, у них тоже есть классный витамин, он, по-моему, так и называется, типа волосы, кожа и ногти или просто волосы и ногти, и эффект будет такой же абсолютно, поэтому это дорогая достаточно штучка, и доставка в Россию тоже дорогая, я заказывала через посредник, но у них там периодически они работают над этим. Это стоит 40 долларов, а ее новые таблетки стоят 30 долларов, это дороже, чем средняя аптечная цена аналогичных средств. Поэтому я допью этот курс, и я посмотрю, будут ли какие-то еще дополнительные результаты, потому что это все такое очень накопительное. Кстати, первый раз, когда я начала пить эти витамины, я сделал даже сториз, что, ой, мне стало плохо, ну, потому что я как человек не супер привыкший к витаминам, я их выпила на ночь и на голодный желудок. На голодный желудок такие вещи пить нельзя, потому что начинает мутить, начинает тошнить, начинает кружиться голова, и у меня просто был дикий какой-то вертолет, я не могла долго заснуть, у меня прям плохо было. Но теперь я пью после завтрака две вот этих таблетки. Здесь нужно их пить две, а штучка, которая с киви, их нужно пить одну. Вы знаете, я думаю, что если бы Тати не была публичным человеком, то никакого скандала бы с этими ингредиентами со всеми не было бы. Это прям вот готово руку дать на отсечение. Потому что, ну, действительно, многие, например, визажисты выходят с марками уходовой именно косметики. Не какой-то декоративный, да, а именно уход делают. Даже вот Шарлотта Тилбери, если ее взять, у нее же тоже есть маски, у нее есть крем. И тоже можно сказать, так она же не химик, как это она вот крем вообще сделала? Но, тем не менее, чтобы сделать тональный крем, тоже как бы нужно быть химиком, да, и понимать, что с чем смешивать. В общем-то, здесь тоже. Поэтому понятно, что у Тати работает просто команда. И, повторюсь, у меня нету сомнений в компетентности Тати самой и ее команды. Поэтому я не боюсь принимать эти витамины. Я не хочу рекомендовать вам какие-то средства, которые влияют, ну, которые не только внешне, да, наносятся, а которые влияют на ваше здоровье в целом. Я не скажу, что я там просто в восторге, что у меня до и после вообще бомба какая-то. Нет. Нормальные витамины, обычные, которые работают, как абсолютно любые такие же витамины из этой серии. Все. Я рада поддержать Тати. В принципе, мне нравится то, что она делает. Я доверяю ей, как эксперту, и я доверяю тому, что она выбрала классную команду для того, чтобы сделать, в общем-то, вот эти добавки. Но, скорее всего, дальше я перейду на другие таблетки с киви, потому что вот эти волосы и товарищ Ашот тоже ускорил очень сильно свой рост. И мне это не нравится, потому что волосы вроде растут, но они начинают, и усы начинают чуть больше колоситься, да. Брови очень лучше начинают расти. Но кому какая разница, как у вас брови, если у вас при этом есть еще усы. Я не люблю такое. И да, классно все, здорово, но нет. Я лучше перейду на те витамины, которые для кожи, и там их нужно пить одну таблетку в день. В общем-то, если у вас есть какие-то вопросы, напишите их, пожалуйста, внизу. Много достаточно на американском ютубе отзывов, насколько я понимаю, в виде отзывов. Я не смотрела, кстати, никакие именно обзоры, да, там никакие до-после, для того, чтобы составить собственное впечатление, чтобы не было такого, что ты кого-то давно смотришься, да, и перенимаешь чьи-то мнения. Поэтому в целом я не жалею, но, опять же, я могла вот купить абсолютно, повторюсь, любые мультивитамины из этой серии для ногтей, волос и кожи, и всякого такого было бы то же самое. Оно делает то, что оно обещает делать, не так, конечно, все грандиозно, что вы там вообще станете богиней. Нет. И не забывайте, еще раз хочу это посмотреть, что все всегда работает в комплексе, и в плане здоровья, красоты работает только комплексный подход. Поэтому пейте много воды, кушайте больше овощей и фруктов. Наталина, я и тебе тоже это говорю, тем более пока лето, пока еще есть возможность более-менее свежая, да, это все употреблять. Ну и, в общем-то, тогда все будет круто. А витамины купите любой мультивитамин, если вы в этом нуждаетесь. Ну и, в общем-то, на этом все. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!